А вот эта буковка P, она всегда используется, да, то есть можно записать? Да, 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 это как раз... Это противоположность буковки I, которой следует избегать. Так, теперь с файлом разобрались в общих чертах, теперь поговорим о настройках основных. Пино обычно не использует автоматическую настройку. Это связано вот с чем. Во время съемки ты меняешь положение камеры, меняется объект, может меняться освещение, и автомат в это время, объект может перемещаться, автомат в это время может потерять свои предыдущие настройки, изменить баланс белого, сбить фокус или изменить экспозицию. И это приводит очень трудно исправимым, зачастую просто несправимым эффектом. Иногда ты вот получаешь материалы, бьешься над ним целый день и понимаешь, что тут я ничего не могу сделать, это исправить невозможно. Но выглядит очень неприятно, когда у тебя изначально все в желтоватом, потом вот переходит в синеватый и потом опять куда-то еще. Камера пытается построить световый баланс, потому что облачка набежали, потому что там что-то яркое пошло в кадр, там яркая птица, допустим, с синим оберением, и камера, соответственно, сразу начинает жертвизну тащить весь кадр целиком. То же самое происходит с экспозицией, с фокусом можете сколько угодно придумывать себе аналогичных ситуаций, поэтому следует стараться и приучать себя снимать. Если кино снимаешь, то рукопашно. С фокусировкой тут вопрос сложнее. Некоторые камеры, у них есть такая возможность автоматически сфокусироваться перед началом съемки, после того, как съемка началась, уже автофокус как бы перестает функционировать, и он стоит на одном месте и снимает. Но в этом случае тоже возникает удобство, потому что если во время съемки объект сместился, скажем, ближе или дальше, происходит расфокус, а ты не умеешь вручную фокусировать, тебя на автомате поставлено. И начинаешь переключать переключатель, начинает камера трястись. В общем, гоморрой страшно. С фокусом вручную, конечно, это не происходит. Там свои минусы, потому что видно плохо, не всегда понятно, сфокусировался ты или нет. Существуют разные отходные способы. Используют внешние мониторы, используют фокус-питинг, так называемые, когда камера выделяет контрастные элементы особо подчеркиванием. Короче говоря, это вопросы сложные с фокусировкой. Что касается баланса белого, здесь однозначно не автомат. Тут уже 100% ни в коем случае. Что касается экспозиции, тоже желательно автомат не использовать. Вот баланс белого, настройки из моей камеры. То есть я обычно выбираю либо солнышко, либо облачко. Лучше ошибиться в этой настройке, но если она остается, эта ошибка неизменной, от начала кадра до конца, то ее можно скомпенсировать на цветокоррекцию. А если же цветовой баланс меняется во время кадра, то вот это уже все. Тут уже практически ничего не возможно сделать. Выдержка. Выдержка — это такой странный момент. Дело в том, что большинство фотографов увидят, что они правильно выдержку выбрать. Но это не так. Эмпирически установлено, что самая лучшая и плавная передача движения для восприятия происходит именно при выдержке, которая равна половине частоты кадров. Называется с 80 градусов. Соответственно, при профессиональных камерах так и есть. Устанавливаешь 80 градусов и все. И в зависимости от того, как ты меняешь кислоту кадров, у тебя выдержка все равно остается одна вторая часть по три кадра. У большинства автоаппаратов такой возможности нет. Поэтому, когда снимаете 25 градусов в секунду, у вас стандарт 1,5. Снимаете 50 градусов в секунду, 1,4. Ну и аналогично там 60 градусов в секунду, 1,120 и так далее. Поэтому иногда, конечно, можно от этого правила отступать. Бывает ситуация, когда суровый недостаток света, когда ставим 1,25 секунды в случае 25 кадров в секунду. При недостатке света всегда лучше снимать 25 кадров в секунду и можно делать выдержку 1,25. В случае избытка света то же самое можно выдержку укорачивать. В профессиональных камерах для этого предусмотрены встроенные электральные фильтры разной плотности. В фотоаппаратах готовы, как правило, на литру. И поэтому приходится... Но укорачивать выдержку следует все-таки с шагом к разной частоте кадровой частоты. То есть 1,120, 1,200, 1,150, ну и так далее. Можно немножко по балансу пивов вернуться из этих дорог. Вы используете при схемках серую, белую, черную карту? Нет, не использую. Почему? Потому что условия меняются моментально. Использование вот этой самой карты, оно имеет смысл в струбивных условиях, когда у тебя свет контролируем и так далее. А когда в условиях, допустим, экспедиционных, меняешь точку съемки быстро, меняется освещение и так далее, то просто это солнце чуть выше стало и изменилось. Там набежали облачка и изменилось. В принципе, в современных камерах достаточный запас по качеству, чтобы потом можно было небольшие ошибки в выборе баланса белого стандинсировать. Иногда бывает, что в сложных условиях освещения приходится. Скажем, я в вольерах снимал великана. У великана белое перо, я по нему просто настраиваюсь, поскольку там смешанное освещение, то получается более-менее что-то попроще. А если этого не делать, то получается вообще что-то как раз. Обычно в камерах есть возможность предустановки делать для разных значений цветовой температуры. В общем-то, это такой вопрос, который, ну, как я говорил, в принципе тут любой вопрос может потянуть на несколько лекций, как минимум на одну. Поэтому мы пробегаемся по верхам. Следующая. Следующая разобрались. Настройка картинки. Многие камеры позволяют настраивать картинку, изменять ее, имеется в виду видеокартинку, изменять ее. Такие свойства, как контрастность, насыщенность, резкость. Вот в данном случае, например, контрастность я установил минус. С выбранный пункт меню — это шатность. Резкость тоже уменьшил. Еще уменьшил предпоследний пункт меню — насыщенность. Делается это почему? Потому что, как правило, в установках по умолчанию картинка выглядит очень хорошо, контрастно, насыщенно и так далее. Потому что производитель старается, чтобы установки по умолчанию выглядели выдержно. Но в реальной жизни, особенно когда ты занимаешься цветокоррекцией, такую картинку, которая уже полностью израсходовала все запасы по контрастности, насыщенности и так далее, ее очень сложно цветокорректировать. И такие картинки часто приводят к эффектам. Их довольно сложно монтировать с другими источниками, с других камер и так далее. Поэтому обычно профессиональная картинка с камеры выглядит очень и очень легкая. И дальше я сейчас покажу и объясню, что это значит. Вот, например, как выглядит... Это смоделированный случай нереальный, но с точки зрения камеры при установках по умолчанию, что у нас получается, когда очень-очень-очень светлая птица, а птичье перо, оно вообще очень-очень белое, попадает на темный фон. И если мы оставили все в установке по умолчанию, у нас получается, что... Вот видно на графиках, что у нас верхние светлые тона вышли за пределы нашего диапазона. Но там предел сто процентов одинаковый. Можно отключить это? Позади? Не, да. Алло. Нет, пока. Надо снизить. Ага. В общем, здесь и верхам вышли из диапазона, и низы вышли из диапазона. И если такую картинку мы вспомним нашему кодоку H264, как я уже говорил, это кодок сжатия с потерями, то, соответственно, вся информация, которая находится выше диапазона и ниже, она просто отсеется, и у нас будет вот такая вот картинка. То есть никаких деталей пера, никаких деталей теня, ну, короче, все провалилось. Соответственно, для того, чтобы этого избежать, применяется либо настройка картинки уменьшая контрастность, насыщенность и резкость по минимуму, там до середины, это экспериментальный бутон мобилический, каждый смотрит пробую. Либо применяют так называемую гамму или лог. Это способ преобразования картинки между матрицей и карточкой памяти, в результате которой она становится очень-очень блеккой, насыщенной, но зато сохраняются цвета и тени. И вот эти вот логарифмические функции у каждого производителя свои. Силок — это Хэнон, Дилок — это DJI, Дилок — Panasonic, S-Lock — Sony. Ну, там, который продолжает очень далеко. Соник, S-Lock, да? По-моему, вранье. Вот. И если ваша камера позволяет такую вещь использовать, попробуйте приментировать с ним. Она тоже свои ограничения накладывает, но и дает некоторый бюджет. Это вещь тонкая, с ней уже ее нельзя, я не смогу вам 100% ее рекомендовать, но попробовать этот вариант. И что происходит? Вот та же самая картинка логики. Как вы видите, все диапазоны поджаты, и верха и лизы находятся внутри наших диапазонов. И при записи файла не происходит потери информации ни в тенях, ни в цветах. И потом уже на постпроакшене мы можем эту картинку восстановить вот таким вот образом, и получается нормально. Ну, там уже зависит от контекста, нужно сделать поярче. Короче говоря, остается пространство для маневров. Так. И последнее, что касается записи файлов. Видео снимается штативно. Это правило связано не только с тем, что просто восприятие дергающегося видео неустойчивой камеры, оно неприятно. Но еще, опять же, это связано чисто с технологическими нюансами, потому что наш кодекс потерями, он теряет не только разрешение и цветность картинки или данная святая тень, он также теряет движение. Потому что современные кодеки, они все заточены на сохранении движения, они сохраняют не каждый кадр по отдельности, а разницу между кадрами. Когда разница между кадрами очень большая, происходит какое-то движение всего кадра, не отдельной части его, допустим, а всего кадра, кодекс просто сходит с ума, он начинает составлять картинку из здоровенных квадратов, потому что ему просто не хватает пропускной способности, чтобы кучу движений передать. Поэтому штатив и только штатив. Я принес тут модель видеоштатива масштаба 1,43. Сейчас еще пару раз посмотреть, как устроен штатив. Я почему принес? Потому что я часто сталкивался с тем, что фотографы, несмотря на то, что они перепробуют огромное количество разных интересных конструкций фотографических, и они не знают, как устроен штатив. Сейчас я покажу. В какой масштабе? То есть это не настоящая игрушка, да? Что ты скажешь? Обычно все видеоштативы, что идут с такими ногами? Да, да, да. Совершенно верно. Это маленький штатив. Просто принцип при его строительстве был именно такой, как используются профессионали больших видеоштативов, которые вы видели. Это огромная камера, там три человека этот штатив несут. То есть основание, головка сажается на такое полушарообразное основание, а здесь у штатива чашечка комплементарная. Что этим достигается? Когда ты устанавливаешь штатив на неровную поверхность, а это практически поверхность неровная, даже пол зачастую бывает неровная, а в нашей жизни вы сами понимаете, что земля вообще идеально неровная. Вы за счет этого сочленения можете моментально выставить горизонт. Для видео это очень важно, потому что на постпродакшене заваленный горизонт скомпенсировать сложно. Тебе приходится обрезать часть картинки, ты теряешь разрешение, а это все очень нежелательно. Поэтому вот как это делается. То есть вы видите, что штатив во всех этих направлениях вращается, головка. Когда я прихожу на локацию, ставлю, и мне нужно быстро снять, я быстро выравниваю горизонт, смотрю, здесь вот кузырь, затягиваю, все, у меня горизонтально во всех направлениях. Поэтому я могу при движении камеры сохранять горизонт, как бы не двигался мой объект, куда бы я ни смотрел, мне уже не приходится перенастраивать ноги. Ну, кроме того, в профессиональных видеоштативах еще обычно существуют всякие компенсаторы, которые не дают тебе сильно дергать, увеличивают плавность, увеличивают сопротивление. Но здесь, в этом штативе, тут вот только есть так называемый контрбаланс. То есть пружина, которая возвращает штатив в горизонтальное положение, головку. Вот такой вот принцип. Соответственно, я считаю, да. Да, да, к сожалению, сейчас таких не делают уже штативов. И все маленькие видеоштативы, они, во-первых, крупнее, вот и гораздо дороже. Да, это фирменная вещь вообще. Мы что-нибудь повесим, да? Да, да. Поэтому вообще при съемке кино и особенно при съемке какого-то движения всегда приходится искать некий баланс между стабильностью, чистотой кадра, кодеком и так далее. В этом, собственно, профессионализм оператора и заключается, потому что он постоянно ищет возможность вытащить из ситуации максимум, что она позволяет. Так. Сейчас используют штативы всякие, эти самые, говорится, как это называется. Стабилизаторы. Да, стабилизаторы, да. Это не сейчас, это изобретение очень древнее. Его начали сходить в 60-е годы. Но реальность такова, что для того, чтобы стабилизировать камеру с телеобъективом, нужно очень громоздкое и дорогое устройство. Есть такие, Cineflex называется, пару миллионов долларов стоит, по-моему. И BBC-шники с успехом вы увидели, может быть, обратили внимание кадры, которые я показывал в начале, при своем выступлении. Там камера, несмотря на то, что она снимала явно с большим фокусом, ну там были кадры и широкоугонные, а были кадры и с большим фокусом расстояния. Камера находилась почти в постоянном движении. Это достигается как раз именно благодаря этому устройству Cineflex. То есть они вешают в здоровую, тяжелую камеру с мощным телеобъективом, с эквивалентным фокусом расстояние порядка 2000 мм. И вешают на слона, или на джек, или на лодку. И, соответственно, движущееся средство плывет, а оператор всей этой штуковиной управляется. Вот такой ромный шар там на специальных рычагах, в общем-то. А маленькие стабилизаторы, которые доступны сейчас, они… Мы экспериментируем, но обычно вот до 100 мм где-то они работают. Более-менее. Собственно. Да, в собственном расстоянии. То есть и то его довольно тяжело долго держать. То есть все равно приходится возвращаться к штативу. Они, конечно, сильно облегчают жизнь, особенно если ты хочешь там… Тут, как Паша Греков, он же, понимаешь… И только с одного метра деджевого, как обычно. Вот для него это, да. Ему, кстати, их нужно. Аминь. Аминь. Аминь.